МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О самых заметных событиях пятницы в материалах корреспондентов программы «Время». Проверить лично Владимир Путин посетил пострадавший район Иркутской области и пообщался с жителями. О чём люди говорили президенту и как проблемы будут решать? Россия поддержит любые силы, стремящиеся к урегулированию в Донбассе. Владимир Путин встретился с автором мирного плана Виктором Медведчуком. С опережением графика на мосту в Крым завершена укладка рельсов. Путь будет бархатным, каждый стык отшлифует, чтобы поезда ходили бесшумно. Экстренная остановка и эвакуация по надувным трапам. В Шереметьеве Бойн прервал разбег из-за сигнала о задымлении. Есть пострадавшие. На одном дыхании Светлана Ромашна завоевала свою 21-ю золотую медаль вместе со Светланой Колесниченко на чемпионате мира в Корее. Ирония и юмор его конек. Даже минутное появление в кадре всегда шедевр. Неподражаемый Александр Ширвин принимает поздравления. Ему 85. Итак, Владимир Путин сегодня в Иркутской области, где в июне было сильнейшее наводнение. Президент проведет совещание о мерах по ликвидации последствий, но сначала... ...пообщался с... ...нарекания на как производится выплата положенных в таких случаях компенсаций. Мы не можем получить вот этих 100 тысяч. За 10 тысяч ходили, по два раза писали заявление. Сейчас уже пять раз это заявление написало. Ну сколько можно? 10 тысяч дали вам? Дали. Они сегодня всем дали. А вот за полную утрату имущества не дали? Нет. 100 тысяч? И нам тоже не дали, да? Ну в списках нет, то еще что-нибудь. А составили акт об утрате имущества? Составили. То есть все документы есть, а денег нет? Нету денег. Акт выдали вчера. Денег так и не поступило. Сейчас сертификат... Когда мы этот сертификат получим? Мы тоже у нас ребенка 7 месяцев, мы снимаем жилье. Там тоже у нас как бы те ребят, что скоро мы вас это попросим. Я специально приехал, чтобы вот это от вас услышать. И еще раз, Владимир Владимирович. Обидно. Обидно, действительно. Вот такая обида ужасная. Чтобы местные власти на место поставили, чтобы они начали заботиться о нас как должное. Чтобы именно заботу не просто откинували нас, а чтобы уделили нам должное внимание как потерпевшим. Потому что мы, можно сказать, за один ночь превратились, можно сказать, в бомжи. И чтобы нам уделили внимание. А вы это внимание не чувствуете? Вот сейчас уже начинаем чувствовать. Но первые дни вообще не так. Вы приехали, мы чувствуем. Вообще не чувствуем. Владимир Владимирович, можно по сертификатам, пожалуйста? Секундочку, секундочку. Я хочу здесь понять для себя. Вы сказали, что в первые дни не было вообще ничего. Не было, да. В первые дни это сколько дней? Дня три. Дня три? Дня три. Я понял, что есть проблемы с информированностью, есть проблемы со скоростью получения документов, с восстановлением утраченных документов. Что еще? Денег еще, да? Да, ну и получением средств. Вы не получили? Нет, у меня вот первая дочка в Иркутске, да? Она пока до суда добралась, ей сказали, уже наличку не даем. И она уехала, а потом приехала комиссия, уже опять наличку. Это кто и сказал? А как дают? Ну, сказали, будут на карту, а на карте тоже нету. И я вот понять не могу, что делать. Мне лично на карту пришли, а им вот не приходят никуда, и так не выдают. И я не знаю, что делать, и в списках их нету, хотя мы писали везде. Это странно. Это просто называется простым русским словом. Не разбери их. В общей сложности июньский поводок затронул 109 населенных пунктов, где живут 38 тысяч человек. Стихия унесла 25 жизней. Было подтоплено почти 11 тысяч домов. Очень многие не подлежат восстановлению. В Иркутскую область был направлен гуманитарный груз, но у жителей есть вопросы к тому, как с ним обращались. Вот что услышал Владимир Путин. У нас здесь очень неорганизованная гуманитарная помощь. Прямо душа обливается кровью, потом ходят, и я их кидаю. Люди, например, не разобрали, и дождь прошел, и потом на свалку все увозят. И это вот везде. Я где посмотрела, это вообще так вот безлаберно. А кто же это делает? А не знаю, кто делает. Я лично всех хочу вас поблагодарить, что вы нашли время. У вас такого не хватает. Как уставший у вас вид. Нет, послушайте. Большое спасибо, что вам помогаете. Помогите нам еще раз сертификатами. Если не на такие ситуации. Мы вас так ждали, что только вы решите все наши вопросы. А что здесь организовали, хорошо нам, спасибо, прекрасно все. И вам спасибо за все. Вашей бригаде. Я чувствую, что не все еще прекрасно. Я тебе многое очень работаю. И самое главное, что мало времени. У вас уже в конце сентября, наверное, всех выпадают. У нас есть Дима, он очень хотел с вами поговорить. Он очень вас ждал. Дима, что ты хотел у меня спросить? Я хочу машинку на пульте управления. Машинку хочешь? Как тебе найти? Мерседесу. Машинку на пульте управления. Он пока здесь живет. На третьем этаже. Сосед наш. Надо найти. Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь машинку? Мерседесу. На пульте управления. Мерседесу. Стараюсь. В Тулуне президент осмотрел медицинский пункт, где не только лечат, но и делают все необходимые прививки, а также пункт временного размещения. Владимир Путин обсудил с вице-премьером Виталием Вудко вопросы о оснащении других таких пунктов в регионе. И затем посетил одну из комнат, где живет семья с шестилетним мальчиком Матвеем. Она осталась без крова, нуждается в отдыхе и лечении. Сколько там заявок было на здравление? Более трехпойных тысяч сейчас уже. Ты что кашляешь, а? А сладко не саверни, а сладко. А ничего не ест, не сладко. Да нет, сквозняк, бабушка, пизда, суч. Шутит, она тоже болеет. Всех заявлений собрали, кто здесь сразу отправили. Ну вот, вы слышите. Всех, кто хотел, мы отправили. Мы это, предлагали. Нам предлагали. А что не пойдет? Ночи, не хочешь, у меня такое. Я маму не хочу оставлять. Нам раза три предлагают. Маму возьмите. По выплатам нормальное все? Да, все хорошо. Мы даже сертификат... Мама, давай пить чай. Мы, смотрите, сертификат на жилье. У меня шесть человек. Шесть человек. Первых мы сегодня выдали. Шесть семей, сорок человек сертификат. Вот где-то проанализировали все жилье, которое есть здесь, в Тулуне. Вы в Тулуне взяли? Да, мы сегодня получили. В Иркутск? В Иркутск? Да, мы будем в Иркутск. В Иркутск. То есть, мы в всей области посмотрели. Конечно, жилья не так много там на рынке. Но все, что было, мобилизовали. Вчера правительство приняло решение в ночь. Деньги мы все работали, выделили. И сегодня уже начинаем люди, кто в заявлении уже потерян полностью дом, или снесен, или разрушен. Глава принимает акт, упростили эту всю процедуру, и сертификат выдается на жилье. У вас дом полностью? Да. Поезжайте, поезжайте отдохните. В Турюнское, поедите. Поезжайте, конечно. Сейчас уже. Конечно, пора их отдохнуть уже. У него одежды нет. Нет одежды, по-моему, нет. У него много нового, он хочет старого. Мы, по-моему, не жалко смеяться. Поедете? Поезжайте, поезжайте. А одежды эти же, хорошо? Владимир Путин ознакомился с работой представителей местных, Ментруда, полиции, прокуратуры, Пенсионного фонда и психологов, принимающих граждан в пункте временного размещения. Один из пострадавших не смог сдержать слез, когда делился с главой государства своей бедой. У меня остались одни фундаменты. Просто одни фундаменты. Я для детей строил новый дом. У меня все ухо, все мое. 35 лет жизни даже ползел. Я работаю, вот здесь угрел. Что мне делать дальше? У меня дом один зарегистрированный. Который дом? Послушай, там был только фундамент, да? Почему? У меня полностью дом живой, я въехал, новый. Все, оба дома. Один зарегистрированный по документам, ну там 30 квадратов. А вот этот большой я на 80 поставил для детей. У меня твой ребенок старший болеет. У отца обширная, как бы я стараюсь. То есть у меня 7 годих. У меня оба дома ухвы. Он должен быть восстановлен. Ну по суду, что я... Ну вот у меня документов на него абсолютно нет. Подойдите по суду. Здесь вот прокурор сделает заявление. Три свидетелей. Давай, давайте, я тоже его разберемся. Сереж, где? Вот, вот, мужчина пошел. Кришина, головой есть, но... Мы все потеряли, все, что было. То есть сегодня двигаться нечего. И будет какая-то... У вас будет. Малый средний предприниматель. Да, обязательно. Значит, есть даже специальные записи постановления правительства. В моем указе об этом сказано. Сегодня поговорим на тему о том, что уже сделано и что предстоит все. Мы поработаем на тему. Не обязательно. Это 100%. Напомню, Владимир Путин был в Иркутской области в ночь на 30 июня после саммита Большой двадцатки в Японии. Оценив ситуацию на месте, он провел совещание в городе Братске, где сегодня снова собирает министров, главведомств, областное и районное руководство, чтобы они отчитались, как выполняются поручения, которые дал глава государства. Особое внимание он обратил на максимально оперативное восстановление жилья и, если это невозможно, на строительство нового. И на то, чтобы выплаты доходили до пострадавших без задержек. Подробности уже в наших следующих информационных выпусках. А теперь о важных заявлениях по Донбассу, которые прозвучали накануне в Петербурге. Россия поддержит любые политические силы, стремящиеся к мирному решению конфликта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой Политсовета Украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Виктор Медведчук рассказал о поездке в Страсбург, где в Европарламенте представил свой план урегулирования. Я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план в вопросах мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на Минских соглашениях, который воспроизводит эти Минские соглашения, утвержденные в резолюции Совета безопасности. Вчера депутаты Европарламента услышали точку зрения другой части Украины, точку зрения партии мира, точку зрения того, как необходимо сегодня поступить для того, чтобы мир действительно наступит. Одна из программных задач, которая стоит сегодня перед нашей партией, это восстановление экономических отношений с Российской Федерацией. Ваш телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Украины, Зеленского Владимира Александровича, он воспринят с вдохновением и с надеждой, я еще раз подчеркиваю, с надеждой очень многими людьми в Украине. И почему? Ну, потому что, по данным социологических исследований, 70% граждан Украины считают, что для вопроса мира освобождения граждан, находящихся в России, и, естественно, взаимного освобождения граждан России, находящихся в Украине, нужен прямой делок, нужны прямые переговоры. Я думаю, что подключение европейских партнеров не так или иначе задействовано в этом. С первых шагов, даже, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас на Донбассе, подключение европейских партнеров весьма позитивным является делом, и мы это всячески приветствуем. А то, что ваши предложения основаны на минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении. Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной. Это касается и вопросов решения проблем на Донбассе, это касается наших двухсторонних отношений в экономической сфере. Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что всё, о чём вы говорили с представителями правительства Российской Федерации, с представителями экономического и энергетического группа, это всё вполне реализуемо. Будем работать, но единственное, на что хотел бы обратить внимание, это на то, что вы сейчас сами сказали, а именно полноценное урегулирование на Юго-Востоке, на Донбассе, возможно, исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик. И ни один конфликт в мире, в новейшей истории, не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон. Мы со своей стороны тоже будем делать всё однозависящее для того, чтобы этот процесс шёл нужными, необходимыми темпами и с нужным качеством. И дополнительно хочу вас поблагодарить за ваши усилия на протяжении последних лет. Усилия, связанные с освобождением держимых лиц с обеих сторон. Я думаю, что такая гуманитарная деятельность, она всегда приветствоваться будет всеми, потому что в ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей. Нет ничего важнее с точки зрения функционирования любых политических сил, если их работа приводит к положительным результатам в судьбах конкретных людей, конкретных семей. Важные новости с главной стройки страны. На железнодорожной части Крымского моста уложили все рельсы, а это 38 километров путей. Клью с полуострова в сторону Краснодарского края соединили месяц назад, а накануне сомкнули и встречное направление. Утром две бригады со стороны Керчи и Тамани торжественно произвели стыковку под сводами арки. Теперь займутся рельсами. Их сварят, стыки отшлифуют, чтобы добиться того самого бархатного пути. А еще установят необходимое оборудование. Основные работы перемещаются на участок за Керчь. Там скоро обещают сдать и новый километровый тоннель. Ну а движения поездов должны открыть в декабре по плану. Тогда же включат и подсветку арок моста цветов российского триколора. Теперь Шереметьево. Там сегодня при взлете чуть не загорелся самолет. Он выполнял рейс Москва-Ереван. Когда борт уже набирал скорость, салон вдруг повалил дым. Внутри находились 187 человек. Пилотам пришлось экстренно затормозить. Пассажиры эвакуировались под надувным трапом. Восемь из них, по данному МЧС, получили ушибы и ссадины. Двое сейчас в больнице. Причину инцидента выясняет специальная комиссия Росавиации. Одна из версий, которая звучала ранее, в систему подачи воздуха могла попасть жидкость для промывки двигателя. Лайнер, как сообщается, принадлежит компании Нордвинт. Ее ждет неплановая проверка. Сами пассажиры вскоре отправились в Ереван резервным рейсом. Но не все. 28 человек пережили шок и лететь отказались. Стали известны шокирующие подробности трагедии в Японии, где накануне сгорела студия аниме. Местные СМИ пишут, что поджигатель хотел так отомстить мультипликаторам. Якобы они украли у него новеллу. Об этом, как утверждает свидетель, мужчина кричал во время задержания. Он пришел в студию, разлил у входа бензин и поднес зажигалку. В огне погибли 33 человека. Многие задохнулись, пытаясь выбраться. Еще 36 пострадали. Около 10 находятся в критическом состоянии. Трагедия в Киото стала одной из самых крупных в истории Японии с начала этого столетия. Будущее цифровой и компьютерной отрасли обсуждают в Москве на Международной конференции по квантовым технологиям. Темы пока больше похожи на фантастику, но специалисты, 100 экспертов разных областей физики, приехавших со всего мира, уверены, прорыв не за горами. Что нас ждет, узнал Петр Дерягин. Это технологии, которые нас изменят. В Москве собрались практически все лидеры квантовой гонки. Ученые с мировыми именами. Все они занимаются созданием квантовых компьютеров. Вычислительных машин, которые будут легко решать сложнейшие задачи. Обычным компьютерам на них потребовалось бы тысячи лет. Я думаю, мы достигли пределов мощности классических компьютеров. Потому что компоненты уже размером с молекулой. И практически невозможно сделать их еще меньше. Мы просто уперлись в потолок. Квантовый компьютер будет скачком на новый уровень. И первые такие машины уже существуют. Михаил Лукин, профессор Гарварда, два года назад представил миру свой квантовый компьютер. Сейчас он работает над увеличением его мощности и новыми сферами его применения. Для оптимизации трафика на улицах больших городов. И вот это одна из таких примеров, таких сложных задач, которые для классического компьютера очень сложно решить. Благодаря совершенно другому принципу работы, квантовые компьютеры могут быстро просчитывать гигантские массивы информации. Производители самолетов уже планируют оптимизировать багажную загрузку с помощью квантовых вычислений, а также доверить им создание новых типов крыльев. А многие мировые банки тестируют квантовую криптографию. Способ защиты данных, который невозможно взломать. Такие суперзащищенные сети уже появились в Китае. Тестовую линию видеосвязи с квантовым шифром представили и в Москве. Его невозможно вскрыть и прочитать, не изменив его. И это не ограничение какой-то нашей техники. Это фундаментальные законы физики. Таким образом, если кто-то попытается перехватить этот ключ, он просто не будет использован. Квантовые разработки буквально делают фантастику реальной и меняют наш взгляд на то, что казалось невозможным. Например, увидеть мир глазами робота. Вот так это показывали в Терминаторе. Но реальность куда красочнее. Вот так на самом деле будут видеть окружающий мир машины будущего. Это российская разработка, основанная на квантовых технологиях. Такие детекторы будут устанавливать в беспилотные автомобили. Цвета в данном случае обозначают расстояние до объекта. Чем более красный цвет, тем объект ближе. Чем более голубой и фиолетовый цвет, тем объект дальше. На конференцию по квантовым технологиям в Москве впервые приехал и ученый корпорации Google. Именно их новый квантовый процессор считается сегодня одним из самых мощных в мире. Как получить доступ к нашему квантовому процессору? Вы будете заходить на облако и решать при помощи квантового компьютера необходимые задачи. При этом мы уже внутренне тестируем эту модель с первыми пользователями. Но наша задача – дать технологию более широкому кругу. Хоть это и называют квантовой гонкой, ведущие мировые команды ученых, прибывшие в Москву, говорят, все они словно работают в одной команде, пока мы даже еще не представляем всех возможностей так называемого квантового превосходства и должны узнать это вместе. Петр Дерягин, Дмитрий Бедрев, Первый канал. Миллионы поклонников Инны Чуриковой следят за состоянием ее здоровья. Артистка сейчас в реанимации, не имя Слифасовского, как сообщает ТАСС, в тяжелом состоянии. Накануне во время спектакля в театре «Русская песня» Инна Михайловна получила травму, внезапно упав со сцены. Спектакль тут же прервали, вызвали скорую, зрители помогли и подняться. По некоторым данным у актрисы перелом рёбер. Мы желаем Инне Михайловне скорейшего выздоровления. Детей из Тулуна и других районов Иркутской области, пострадавших от паводка, принимают оздоровительные лагеря по всей стране. Один из них – Всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае. Туда приехали около ста ребят. На смене их ждет насыщенная программа, творческие кружки, мастер-классы, спортивные соревнования. Для кого-то поездка – возможность отдохнуть и зарядиться энергией перед началом учебного года. А кто-то надеется найти друзей и открыть для себя что-то новое. Я хочу, естественно, покупаться в море в первый раз, в соленом, как нам обещали. Исследовать лагерь с друзьями. Хотим заселиться в домиках и выбрать тот отряд, в котором будет самое удачное, наверное. К выбору отряда, как признаются сами ребята, они подходят со всей серьезностью. Вместе им предстоит провести три недели. Российские синхронистки вновь подтвердили им нет равных на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее. Светлана Ромашина и Светлана Клесниченко взяли золото в произвольной программе дуэтов. Они предстали в креативных образах и абсолютно новой постановке – пауки. Это выступление называют самым сложным в истории синхронного плавания. Сверхтрудные поддержки, связки и элементы – все это не теряет эмпа. За сложность спортсменки получили самые высокие оценки, набрав 97,5 баллов. Светлана Ромашина, которая является самой титулованной синхронисткой в истории, завоевала уже свою 21-ю медаль на чемпионатах мира. Для Клесниченко победа в Южной Корее стала 16-й в карьере на мировых первенствах. Помимо этого, у обеих спортсменок есть олимпийское золото и не одно. Сегодня 85 лет исполнилось Александру Ширвинтову. Свои поздравления неподражаемому актеру, блистательному юмористу, худруку знаменитого театра «Сатиры» направил Владимир Путин. По уже сложившейся традиции, виновник торжества сбегает свой день рождения из Москвы на рыбалку. Но нашему корреспонденту Анатолию Лазареву удалось застать его еще в столице и поздравить. Так красиво, что его даже телевизор исказить не может. Можно в вашем лице поцеловать великое русское искусство. Это был его дебют в кино. Потом снимался много, ралли более полусотни, но главных среди них почти нет. Его приглашали играть либо откровенно комических персонажей, либо интеллигентных подлецов. В советское время там был типажный подбор. Я никуда не попадал, ни в колхозник. Только так, какой-нибудь растлитель, доцент консерватории, предстающий к студенткам. В итоге он не сыграл ни Гамлета, ни даже Остапа Бендера, хотя и пробовался на эту роль у Гайдая. Большой актер без больших ролей. Но почти каждый его эпизод разобрали на цитаты. Еще через полтора минуты одноглазый любитель сказал свою последнюю фразу. Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. Человек с уникальным чувством юмора, романтик под маской циника. Он с детства выделялся даже среди богемных и артистичных арбатских школьников. Одним из первых его зрителей поневоле стал учитель физкультуры. Сейчас бы сказали, что маленький Шура его жестко троллил. У меня были такие розовенькие трико с кружевами и пеньюарчик с ними. Розовенький. И я в этом вышел. Имея в виду форму. Я сказал, я так одеваюсь. И был выгнан из школы, но успех был огромный. Он часто повторяет, что мечтает лежать в ногу со временем. Но вместо этого шагает, не отставая. Осваивает современные формы и жанры. Я сейчас стал блогером, потому что другие профессии я уже прошел практически все. А блогером еще не был. И вообще на старости лет приобретать. Кто-то из великих говорил, а может быть все великие говорили, что учиться надо до конца жизни. Сейчас конец жизни, и я начинаю учиться на блогеров. Пока сбивает саблет, можно думать о вечном. О, у тебя все с собой, да? Огурец настоящий. Кажется, его судьба не могла сложиться иначе. Хотя родители, скрипач и редактор филармонии, почему-то удивились, что их сын собрался в театральный. Я раньше скверно пел куплеты. Хрипел, орал и врал мотив. За эти трое в лодке, это пресса, я помню, когда это вышло, это чего только с нами не делали. И это, и зевать над Джеромом, и что они делают. Сейчас это любимая классика. Вот же дух. Именно в Щуке, Щукинском училище, Ширвин познакомился с Державиным. «Мих-мих», как его часто называли, стал не только многолетним партнером по сцене, но и лучшим другом на всю жизнь. Дуэт Ширвин-Державин был невероятно популярен. Слово «стендап-камеди» еще не знали. Но они в этом жанре уже работали. Мне пришла сейчас мысль, сейчас где она? Кстати, именно Державин подсадил его на рыбалку. Теперь Ширвин-то невозможно представить без Валдая удочки, и, если повезет, карпов. Рассматывать удочки. Почему красная кеппи-хариса распугала всю рыбу? Я все слышу. Как обычно проходит ваша рыбалка? Сидишь, и приходят образы, мелодии, рифмы, влет. Я говорю, ничего не приходит. Тупо сидишь, смотришь на эту пипку, да? Пока не осатанеешь, не отпадают коленки, и не прилетают комары. Нет, это такое тупое, конечно, дебильное, но потрясающее занятие. В театре, в отличие от кино, сплошь первые роли. Тригорин в «Чайке», Молчалин в «Горе от ума», граф Альмавиева в «Женебе Фигаро». Сегодня Александр Ширвин, художественный руководитель театра «Сатиры», и продолжает выходить на сцену. Поговорим, как женщины в женщине. Кто? Да, я. Вы в своем уже. Вообще, это в сумасшедшем доме риторическим. А актуальна ли сегодня сатира? Нет. Она никогда, по-моему, не была востребована. Человек, сидящий в зале и смотрящий про себя, предположим, да, сатирский ситат, никогда на себя это не надевает. Это про кого-то. А за современным юмором следите? Ваш любимый анекдот сейчас. Что если российскому политологу отрубить голову, она еще полчаса будет говорить об Украине. Если бы была возможность что-то изменить, что бы вы изменили? Я жалею, что я не получил настоящей мужской профессии. Мужчина все-таки должен что-то делать руками, головой. Вот. Поэтому. А так, нет, конечно, гневить судьбу нельзя. Александр Анатольевич, от лица всех зрителей Первого канала мы поздравляем вас с днем рождения. Мы все желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов. Я хочу подарить вам напиток. Я знаю, что это ваш любимый напиток. И к тому же вы собираетесь на рыбалку, поэтому напиток этот будет весьма уместен. Так что, а там, глядишь, и золотую рыбку поймаете. И поймаете золотую рыбку. О чем попросите? Ну, а что попросите. Сюда превратилось в серебряное. Сейчас же уже, понимаешь, таких мечт на золотую рыбку. У меня просто не хватает ни времени, ни сил, ни сроков. А серебряное, да, что-нибудь попросите такое, да, скромненькое. Анатолий Лазарьев, Андрей Лесных, Олег Крупен, Мария Емельянова, Ирина Нечаева. Первый канал. Кстати, ожидания Ширвинта – это вообще отдельная тема. И завтра в эфире Первого канала практически весь день Александра Ширвинта. Программы и фильмы с участием любимого актера будем смотреть. Ну, а сейчас узнаем о погоде на выходные. С нами на прямой связи из Гидромедцентра Наталья Ананева. Наталья, дожди на Дальнем Востоке в европейской части уже надоедают. В выходные вновь будут испытания. К сожалению, дожди продолжатся. По Забайкалью вышло штормовое предупреждение. В выходные ливни местами сильный град, пригрозах порывы ветра до 20 метров в секунду. И похолодает. Днем плюс 23, лишь местами до 30, ночью 10-15 тепла. Из-за продолжительных дождей на реках возможен подъем уровня воды. Не лучше ситуация в Бурятии и Амурской области, где уже несколько дней не прекращаются сильные ливни. В ближайшие дни непогода сохранится днем до плюс 30 и ночью плюс 15. Чуть получше в Хабаровском крае, где дожди умеренные и кратковременные. Днем довольно жарко, плюс 27-32. Только на Охотском побережье плюс 10-15. Уже другой циклонический вихрь диктует погоду в Магаданской области. В ближайшие дни здесь дождливо и сильно похолодает. Даже днем не выше плюс 15, ночью плюс 5-10. Жителям Камчатки повезло больше. На юге полуострова до плюс 27, но погода будет облачной, местами дождь. Наталья, а куда можно сбежать, где дождей нет? Самая комфортная погода в эти выходные в Якутии. Небольшие дожди возможны только на северо-востоке. На остальной территории солнечно и не слишком жарко. Плюс 20-25. На западе до плюс 28. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Приморском крае выходные солнце будет больше. Днем в континентальной части жарко. До плюс 32. На побережье плюс 18-25. Но уже вечером в воскресенье тропический циклон с Корейского полуострова принесет в Приморье и Хабаровский край сильный ветер и ливни. В общем, бежим в Якутию. Там комфортно. Наталья Нанева с прогнозом погоды на выходные для самых восточных регионов страны. А на сегодня все. Сейчас музыкальное шоу «Три аккорда».